Смотри, ты спрашивал, что будет, если не будет света на гидропонике. То же самое, что будет, если у тебя айфон или андроид, и не будет света. Что ты будешь делать? Да ни хрена ты не будешь делать. Будешь, дай, пока дадут свет, или где-то генератор искать. Но смотри, в чем прикол гидропоники. Допустим, если отличие аэропоники и вот таких вот глубоководных систем, как по типу ДВЦ. Смотри, корни находятся здесь, во влажной среде. Сейчас света нема, ну вот тупо отключили, короче. Видишь, вода все же испаряется вот так вот по трубе вверх, даже без включенных насосов, без компрессоров. И выходит через поры вот этих вот горшков. Какой-то источник влаги, если тут корни более-менее подросли, то есть они тянутся к воде в любом случае. Помню, это прикол самого корня. Корень всегда тянется к воде в любом случае, в любой земле, в любой обстоятельстве. Ну, в отличие от аэропоники, там, где пространство вообще сухое, просто корни быстро высохнут. Здесь вот, ну не знаю, посмотрим, запас времени часов 5 где-то должен быть у них в любом случае. Хотя, видишь, они ночью даже отключены, а ночью где-то часов 8-9 ничего не работает. То есть, посмотрим, что будет дальше. А здесь вот на гидропонной клонировании на 21, видишь, растишечки укореняются. Потом в дальнейшую, конечно, пересадим сюда же, вот опять на вертикальную системку. Но будем надеяться, что в ближайшее время дадут свет. Если без света не будет, ну тогда схорони тебя, Джа, красавчик. А что ваши бы, репчики, предложения? Что бы вы делали, если бы не было у тебя вот света, отключили бы? Как бы ты справлялся бы с этой ситуацией? Пиши комментарий, дай мне кобро. Субтитры сделал DimaTorzok